Друзья, всех приветствую! Сегодня я хочу рассказать о пяти ароматах, которые мне вначале не понравились абсолютно, а спустя некоторое время при повторном знакомстве с этими ароматами они мне очень понравились. И я мечтаю поставить себе теперь флаконы этих ароматов к себе в коллекцию. Начну я с аромата Иланг 49 от Лилаба. Для меня это один из самых красивых шипров. Здесь очень красивые влажные пачули с очень мощным цветочным блоком, который складывается за счет Иланга и, возможно, влажной магнолии. Вообще, за счет вот этой яркой цветочности я бы этот аромат отдала больше женщинам, нежели мужчинам. И как в селе Лилаба, он очень красиво раскрывается на коже и меняется. Я его сегодня наносила на руку, чтобы вспомнить. И мне кажется, он будет прекрасен на прохладное время года. Очень красивый шипр. Обязательно рекомендую вам с ним познакомиться. Если он вам не понравится с первого затеста, дайте ему обязательно повторный шанс в случае необходимости. Следующий аромат, который мне тоже абсолютно не понравился при первом знакомстве, знакомилась я с ним в магазине, это Fucking Fabulous от Том Форда. Вот этот аромат у меня в таком, я так понимаю, фирменном отливанте от Рандеву. Мне этот отливантик достался в подарок от девушки, у которой я приобретала флакон Тома Форда. А, кстати, вот про Иланг 49, знаете, я бы еще хотела сказать, что вот мне этот аромат чем-то напоминает белые пачули от Том Форда. Только в белых пачулях больше пачуливости. Здесь пачуливость, она в меньшей степени, и здесь преобладает именно цветочность. Возвращаемся к Том Форда, Fucking Fabulous. Когда я впервые познакомилась с этим ароматом, ознакомилась я с ним в магазине, в Duty Free, в Анталии, кажется. И там он мне показался каким-то техническим. Я его абсолютно не поняла. Возможно, потому что там шарашат кондиционеры, и там довольно прохладно. Но вот благодаря девушке, которая мне прислала небольшой остаток отливантика, мне удалось его разносить. И я как-то взяла его в отпуск на море, на наше российское море, где было очень жарко, более 30 градусов жары. И там он очень красиво раскрылся. И для меня на сегодня это сочетание мягкой лаванды и орешков. Тут вроде заявлен миндаль, если я не ошибаюсь, но здесь нет абсолютно никакой цианидности. Но ассоциация с орехами, вот для меня, она прямо очень громкая в этом отношении. Аромат однозначно унисекс. По-моему, здесь также еще заявлена кожа, которую я, кстати, не слышу. Для меня это один из самых красивых ореховых ароматов. Но, скорее всего, я думаю, что он так красиво звучит именно в жаркую погоду. Сейчас я, честно говоря, не решаюсь его носить. Не хочу портить впечатление свое об этом аромате. Следующий аромат, который сейчас прямо, знаете, я бы его назвала ароматом московского митрополитена, это ганимет. Я познакомилась с ним впервые благодаря своей парфюмерной фее Марии. Марии, привет, если ты будешь смотреть это видео. Вначале он мне абсолютно не понравился. Мария мне прислала на пробу небольшой отливантик с этим ароматом. И он мне абсолютно не понравился. При этом я тогда, по-моему, в параллели у Марии еще купила отливантик бой с империал от Эссеншен Парфам. И, мало того, тот аромат мне понравился гораздо больше, чем ганимет. В том аромате мне как раз больше понравилась явная древесность, чем она была выражена в ганимете. Когда я первый раз попробовала ганимет, мне он отдавал какой-то йодистостью. Но как-то, поехав в отпуск, я решила взять и разносить остатки отливантика ганимедом. И, знаете, в жару, на море этот аромат меня влюбил в себя. Он очень красиво звучит. Там я не слышала абсолютно никакой йодистости, как вот и сейчас. Сейчас для меня это минерально-древесный аромат. Очень красивый. Несмотря на то, что сейчас им пропахло все московское метро. И это, если честно, очень даже сильно раздражает лично меня. Мне кажется, им пахнет чуть ли не каждый второй молодой человек. Ну, в смысле, девушка, юноша, без разницы. Потому что аромат однозначно унисекс для меня. Подходит как мужчинам, так и женщинам. Если бы не его вот эта такая распространенность в повседневной жизни. Честно говоря, мне сейчас его абсолютно не хочется носить. Я очень надеюсь, что люди, носящие его в метро, не отобьют у меня охоту к данному аромату, пока я его задвинула на полочку. Потому что все-таки остаюсь при мнении о том, что данный аромат красив именно на жаркую, влажную погоду. И я обязательно всегда его буду брать с собой в отпуск на море. Потому что там он звучит и раскрывается просто чудесно. Даже вечером, в прохладный вечер. Следующий аромат, про который я хочу рассказать из категории абсолютно не понравившихся впервые, но влюбившись через некоторое время, это Амуаж Брэкен. Когда я впервые о нем, когда я смотрела обзоры, меня очень впечатлили отзывы по поводу того, что все писали, что это аромат чистоты, аромат порошка. Я себе заказала фирменный сэмпл данного аромата. И для меня он пах каким-то подсолнечным маслом. Причем я уверена, что сэмпл нормальный, потому что потом, подойдя к нему буквально с полгода, я наконец-то поняла и услышала там реально тот стиральный порошок и тот аромат чистоты, про который все говорили. Для меня это один из самых зеленых ароматов. Он настолько прям зеленый, скрипучий. Вот его звучание настолько скрипучее, настолько зеленое и настолько действительно порошкообразное. Или даже, знаете, я бы сказала, даже, возможно, мылом он пахнет, особенно в шлейфе. Очень необычно, с ним надо быть очень осторожным. Носить, мне кажется, его нужно только на свежем воздухе. Одевать в офис его очень опасно. А если одевать его в офис, то, мне кажется, не более одного пшика. И вот когда я повторно послушала свой сэмпл этого аромата и услышала, наконец-то, всю ту красоту, о которой говорят большинство блогеров, что это запах чистоты, запах стирального порошка, запах чистой зелени, скрипучий. Вот, знаете, прям я не могу по-другому описать. Вот для меня это прямо скрипучая чистота. Чистота до скрипа. Я искала флакончик. И, к счастью, мне удалось, на самом деле, приобрести вот этот флакон. Он у меня практически полный, чему я, на самом деле, безмерно рада. Кроме того, мне удалось приобрести именно товарную версию с коробкой, потому что именно у Брекина, причем старая версия, то есть у Брекина просто вот чудеснейшая коробочка, на самом деле. Мне она очень-очень нравится. Аромат просто прекрасный. Только с ним надо быть действительно очень осторожным, потому что в помещении, если вы переборщите с ароматом, он может задушить окружающих. Хотя вот лично меня, когда я его в большой ошибке одела в офис, он меня не раздражал, и он меня не душил. Но у окружающих были какие-то противоречивые чувства. Меня сравнивали с какими-то моющими средствами. Кто-то говорил, что он красивый цветочный. Короче, мне кажется, во-первых, он очень сильно различается в зависимости от того, как от вас слушают аромат, то есть насколько к вам близко или насколько далеко, потому что данный аромат довольно шлейфовый, и он прямо заполняет собой все пространство, как многие амуажи. Кстати, с мужским брейкином я не знакома, но, честно говоря, у меня его нет в списке желаний, у меня почему-то именно женский был в списке. И последний аромат, который мне вначале не понравился, а потом я в него влюбилась, и я очень рада, что мне за это время, пока я его не поняла, мне не удалось продать флакон, потому что я сразу приобрела флакон, и это кабан от Eves Saint Laurent, из бутиковой линейки Eves Saint Laurent. Когда я его... Я его покупала вслепую, потому что тестера в магазине не было. И когда я его купила и распаковала, у меня было такое разочарование, потому что на самом деле мне тогда еще понравился очень другой аромат, который я там с ним познакомилась, капеллини, и он такой... Он был такой красиво цветочно-фруктовый, что... И он тоже мне очень понравился, только, знаете, он очень простой. Он фруктово-цветочный, и мне кажется, знаете, такой прям девичий, на самом деле. Он многим понравится, и... В нем, знаете, нет какой-то глубины, но это абсолютно его не портит. То есть он очень легкий, очень такой симпатичный, и подходящий, мне кажется, вот практически любой девушке. Я тогда расстроилась, что все-таки я не взяла его, потому что я его все-таки попробовала, там тоже был флакон, но я все равно решила взять вот этот кабан или бушлат, если это переводить. И это для меня... Я его буквально, знаете, через какое-то время я его выставила на продажу. А потом, как-то одев его осенью, в прохладную погоду, я просто в него влюбилась. И теперь я его сразу сняла с продажи, потому что этот флакон я никогда не продам, потому что для меня это один из самых красивых ладанных ароматов. Хотя, честно говоря, не очень помню, заявлен ли там ладан. Сейчас проверим. Ладана, по-моему, там нет. Да, там сандал. Там сандал, алими, алибаном. Вот, ну вот тут сандал, действительно, вот из пульвика очень чувствуется сандал, но для меня это сливочный ладан. Мне кажется, именно смола смягчает сандал и появляется такая приятная сливочная древесность. Очень красивый аромат. Мне кажется, для прохладного время его прямо идеально звучит. унисекс. Считаю, что он не имеет гендерной направленности. Для меня, на самом деле, все представленные ароматы здесь не имеют гендерной направленности, за исключением иланг 49. Потому что вот иланг 49, он все-таки за счет этой яркой цветочности, он, мне кажется, больше женский. и в нем такая, знаете, мягкая, уютная сладость. То есть, это аромат, причем, эта сладость, она не то, что она приторная или яркая, сладкая, нет, он слегка, с легкой слосинкой, а вообще, это очень красивый, древесно-смолистый аромат. И сладость здесь придают бобы тонко, и за счет вот этого он звучит как-то, знаете, я бы сказала, по-взрослому. Вот такая пятерка ароматов, которые на самом деле, вот на своем примере доказывают, что не всегда аромат нам может понравиться с первого звучания. Как в отношении, например, Fucking Fabulous или Ganymed, я точно могу сказать, что мне на красоту звучания очень оказало влияние в части погодные условия. То есть, для меня эти ароматы красиво раскрылись именно в жаркое время года. Насчет с брекеном я так и не поняла, в чем секрет. Возможно, он довольно сложный с позиции вот именно самого аромата, композиции аромата. И, возможно, в своем начале парфюмерного пути я не услышала всей его красоты. Но спустя полгода, наверное, благодаря там своей нанюханности, в том числе, возможно, с этим связано, я полюбила данный аромат и услышала в нем именно то, о чем многие говорят. То есть, именно порошковость и чистоту. Также, говорите, если и про кабан, кафтан от Ивсен Лоран, ой, бушлат, извините, бушлат. Я, кстати, действительно, тогда искала аромат кафтан, но не смогла его найти. Но я очень рада, что в моей коллекции появился именно кабан, а не кафтан, потому что для меня, мне кажется, на мое восприятие, кабан, он, знаете, он более универсальный и аромат по сравнению с кафтаном. И он, знаете, мне кажется, он менее, как бы это сказать, знаете, менее ситуационный, наверное, потому что, мне кажется, кафтан, он может, его хочется носить в определенных обстоятельствах. Кабан, вот он не такой, он настолько универсальный, и настолько уютный, что, мне кажется, за счет этого он однозначно выигрывает. То есть, он менее надоедливый. То есть, мне кажется, вот такое мягкое, древесное, оно вряд ли когда-либо надоест. То есть, это, знаете, такие ароматы уюта, я бы сказала. и вот в отношении ланга 49, я тоже не очень поняла, почему так случилось, почему я вначале тоже не поняла аромат. Возможно, он тоже какой-то сложный в раскрытии, но сейчас это просто один из самых красивых шипров. Обязательно надо приобрести будет себе флакон в коллекцию, тем более я обожаю бренд Лилаба. Это один из моих любимых парфюмерных домов. И мне нравятся ароматы Лилаба именно своими нетривиальными звучаниями и игрой раскрытия. Если вы, друзья, не знакомы с ароматами Лилаба, обязательно рекомендую с каким-нибудь из этих ароматов познакомиться, потому что мне кажется, там практически все, что не возьми, все очень интересное и все какой-то со своей изюминкой и игрой раскрытия. Ну, на этом я хочу завершить свое такое довольно возможно сумбурное видео, поэтому, друзья, если вам аромат не понравился с первого раза, обязательно дайте постоять флакончику или пробнику или отливантику и попробуйте к нему подойти спустя некоторое время. Возможно, ваше мнение об этом аромате станет абсолютно противоположным и вы влюбитесь в него. Такое действительно бывает. Вот у меня есть ярких пять примеров, которые со мной абсолютно перевернули на 180 градусов мое первоначальное мнение об ароматах. теперь я мечтаю все поставить флаконы в свою большую и без того большую коллекцию. На этом хочу завершить свое видео. Кстати, друзья, если у вас тоже есть такие представители, мне тоже очень интересно послушать. Возможно, наше мнение об ароматах, вот именно те, которые не зашли с первого раза, но зашли со второго, с третьего или даже с четвертого раза, возможно, они совпадут. И на самом деле очень интересно послушать мнение людей об ароматах, у которых вот тоже была ровно такая же история, когда вам аромат абсолютно не нравится, но спустя какое-то время вы в него влюбляетесь, и он становится одним из ваших любимчиков. Поэтому добро пожаловать в комментарии, обязательно напишите про свои подобные ароматы, если они у вас были. Очень будет интересно почитать. А так всем большое спасибо и скоро увидимся.